Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию. Эксперты обсуждения ведут по видеосвязи. Как отметил председатель общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, более 4,5 тысяч человек заявили желание стать общественными наблюдателями на голосовании. Среди них представители некоммерческих организаций и политических партий, многие из которых уже были наблюдателями на выборах президента России и губернатора Самарской области, а потому уже прошли необходимое обучение. Остальных учат дистанционно. Я думаю, что процентов на 90-95, вот этот, будем говорить, наш актив, он сохранится. И это гарантирует нам, что будет нормальное общественное наблюдение, и что гарантирует чистоту и прозрачность процесса. Вебинары – лучший вариант в условиях пандемии, уверенный член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он отметил, что с развитием IT-технологий необходимо обеспечить контроль со стороны наблюдателей и новых дистанционных форм голосования. Как подчеркнул эксперт, повышать нужную мобильность наблюдателей и не привязывать их к одному пункту голосования. Тем более, что общественная палата России имеет право назначать людей на несколько участков. Это новшество, кстати, позволяет хорошо применять практику мобильных групп наблюдателей, которые могут перемещаться от участка к участку, реагировать на сообщения горячей линии, разрешать проблемные вопросы. Голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии его перенесли на неопределенный срок. Об изменении основного закона страны президент говорил еще в послании к Федеральному собранию в январе этого года и предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок. Эксперты говорят, документ 1993 года исчерпал свой потенциал. Мы имеем совершенно другую страну, чем та, которая была в 90-е годы. И, естественно, Конституция нуждается в модернизации. И в модернизации нуждаются основы системы публичной власти. Эти поправки достаточно важны, поскольку если народ не помнит свое прошлое, то у него нет будущего. Он либо потеряет саму саму идентичность, либо же он исчезнет как культурное явление. Как только ограничения будут сняты и станет известна точная дата голосования, эксперты вернутся к уже привычному очному формату обучения наблюдателей. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.